Что это такое? Это корень из S0, S1, правильно? Значит, я не могу писать здесь равно, а вот больше или равно? Два корня из S0, S1. Понятно, что это есть корень из S0 плюс корень из S1 в квадрате. Замечательно, я таким образом получил такое неравенство, что если у меня был один прямоугольник и другой прямоугольник, то вот такой хитрым образом составленный прямоугольник имеет площадь не меньшую, чем корень из площади одного плюс корень из площади другого в квадрате. Хорошо. А теперь давайте подумаем, нельзя ли это обобщить на другие фигуры. Представьте себе, у нас есть произвольно выкуплая фигура какая-нибудь. И другая выкуплая фигура, тоже есть площадь, у этой есть площадь, замечательно. Вот. Давайте обсудим, что такое сумма этих фигур. Если взять начало координат, произвольную точку из этой фигуры и произвольную точку из этой фигуры, то мы можем нарисовать параллелограмм, согласны? И вот давайте, вот это начало координат, давайте эту точку будем называть суммой вот этих. Ну, потому что векторы складываются действительно по правилам параллелограмм. Как это представить себе наглядным индексом? Ну, очень просто. Вы должны представить себе, что вот сначала взяли здесь точку и сложили со всем этим, получили эту фигуру. А потом стали эту точку переносить, это соответствует тому, что эта фигура как бы идет по этой. То есть, представьте себе, есть такая печать, вот из такого размера. Мы эту фигуру здесь один раз рисуем, а потом в всех ее точках прикладываем такую печать. Отлично. Получается вот это вот, я ее не могу нарисовать здесь, конечно, точно, но фигура, которая называется сумма F0 и F1, и оказывается для площади этой фигуры верно такое же неравенство. Давайте его сейчас быстренько докажем. Это очень легко. Для этого достаточно взять и разрезать вот эту вот фигуру на равные по площади части, на эту штуку. И это тоже самое, разрезать на равные по площади части, тоже на эту штуку. Н какое-то большое натуральное число, потом это число будет стремиться к бесконечности, все понятно. Так вот, чему равна тогда площадь какой-то такой очередной полоски? S1 разделить на N. Чему равна площадь здесь такой полоски? S0 разделить на N. И, господа, если N стремится к бесконечности, то можно, почти не потеряв в площади, имеется в виду в процентном отношении, да, потому что по абсолютной величине, может быть, мы еще и потеряем что-то, но вот эта штука, можно считать, составляющая очень маленькую долю от полоски, потому что полоска у нас такая узенькая, а потеря у нас только в конце, да. Так вот, потеряв маленькую часть площади, мы получаем, что можно здесь взять прямоугольники. А для прямоугольников задача решена. Теперь вопрос, что с чем складывать? Понятно, что с чем. Первую с первой, вторую с вторую, третью с третью, N с N. Зачем? А затем, что когда мы складываем, скажем, вторую с второй, то у нас есть вот такая вот вертикальная прямая здесь, вертикальная прямая здесь, слева от которой лежит вторая доля. И, соответственно, третья доля лежит справа, и там третья лежит тоже справа. Поэтому, когда вы складываете первую с первой, вторую со второй, N с N, то у вас не будет происходить наложение площади. Значит, площадь вот этой фигуры, площадь F0 плюс F1 будет больше или равна, ну, с точностью вот этих фото пробресков, ну, а пристремление к бесконечности это не будет существенно, больше или равно, чем N умножить на что? Ну, на вот такую штуку надо взять корень из S1 разделить на N плюс корень из S0 разделить на N и возвести это дело в квадрат. Так, отлично. Теперь надо понять, что при возведении в квадрат корень из N даст нам как раз N, и мы получаем здесь в точности корень из S1 плюс корень из S0 в квадрате. Господа, разумеется, это неравенство можно еще немножко обсуждать, а именно, можно вот эту фигуру заменять на гипотетичную, тогда оно запишется чуть-чуть в другом виде, но, по сути, неравенство кроно-минкоска это вот то, что сейчас мы получили. Вопрос, зачем оно нам всего не нужно? Очень просто. Давайте в качестве нашей фигуры возьмем ту самую площадь S и длину F. Вот это будет фигура F0. А в качестве фигуры F1 давайте возьмем, понятно, что? Круг градуса 1. Для, что называется, убедительности, можно считать, что мы вот эту фигуру считаем многоугольником, когда мы будем прибавлять круг радиуса 1, это фактически будет означать, что мы в каждой точке нарисуем, когда мы чуть-чуть единичная, не такая большая, как там, сделаем поменьше, чтобы она соответствовала рисунку, вот, что мы здесь все время берем вот такую круг радиуса 1. Замечательно. Когда есть многоугольник, и мы в каждой точке рисуем круг радиуса 1, то на самом деле возникает вот такая штука. Согласны? Согласна? Примерно такая, правильно? Значит, чему же у нас у новой фигуры равна площадь? Площадь многоугольника плюс сумма сторон плюс площадь единичной окружности. Площадь вот этого, исходного, плюс сумма длин сторон, то есть плюс L, и плюс площадь круга. А чему равна площадь круга? P2, R равно единице, то есть плюс P. Отлично. И теперь смотрим... Смотрите, а размер, я не вижу размерности. S имеет размерность 2, а не размер 2. Да, все правильно. А вот это имеет размерность метра, и это число 1. Поэтому все хорошо. То есть здесь у нас на самом деле L умножить на 1, а здесь P умножить на 1 в квадрате. А теперь смотрим на наше неравенство. Посмотрите, здесь что было? Площадь не меньше, чем квадрат суммы R. Да? Замечательно. Значит, надо сюда написать больше или равно, возвести в квадрат. Что возвести в квадрат? корень из S плюс корень из P. Согласны? Давайте проверять. Вот здесь. Значит, площадь суммы не меньше, чем квадрат суммы кармин. Так? Отлично. Площадь одной S, значит, берем корень из S, площадь тоже P, значит, берем корень из P. И теперь нужно возвести в квадрат. Что здесь у нас будет? Значит, S плюс L плюс P, это левую часть переписал, больше или равно, чем S, плюс 2 корня из P, S, плюс P. P и S исчезают из обеих частей. Остается, что L больше или равно, чем 2 корня из P, S. Если возвести в квадрат, то получается, что L квадрат больше или равно, чем 4 P. Значит, господа, механизм, если честно, я не знаю. Я не могу объяснить, почему это получилось. Но это то самое нерази, понятно, да? Которого сегодня было. Вот. Это пример, когда можно, решая совсем другую задачу, решить вот нашу.